Итак, добрый день, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Пришло время, ежедневное, любимое, ну как минимум мною, время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшней программы «Проблемы глобальной экономики». Ну, поговорим мы о точечных каких-то вещах, в частности, связанных с китайской экономикой. Ну, я думаю, как всегда, будем смотреть на мир более широко и обсуждать насущные проблемы, насущные вопросы. Представлю гостей моих сегодня в студии Владислав Жуковский, старший экономист сонной компании «Реком Траст». Добрый день, Владислав. Здравствуйте. И в студии Максим Асачий, начальник аналитического управления банка «БКФ». Добрый день, Максим. Добрый день, Олег. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну, что ж, и начиная эфир, посмотрим, что происходит сейчас, 15.05 в Москве, на этих самых финансовых площадках. Итак, вчерашнее закрытие Америки. Ну, надо опять, наверное, говорить, что S&P 500 вновь, да, вблизи исторических максимумов. 1700 не за горами, видимо, уже. И действительно, американцы закрылись себя позитивно. По 0,1 прибавили Dow Jones, S&P 500 и чуть больше 0,2 NASDAQ. Азия сегодня также смотрит оптимистично в будущее. Nikkei прибавил 0,6%, 0,3% в плюсе. Шанхай композит Европа в лице FTSE 100 в легком минусе 0,08%. Но, в принципе, выглядит все достаточно позитивненько. И, наверное, отметим, прежде всего, индикаторы российского рынка, которые РТС сейчас в плюсе на 0,1%, больше процента 1370. Текущая котировка его и полпроцента прибавляет индекс ММВБ 1410. И надо сказать о том, что рубль продолжает укрепляться уже ниже на споте, ниже 32,50. Он торгуется. Далее смотрим на сырье и на Форекс. Нефть тоже уверенно смотрит вверх. 108,5 стоит Brent, 106 долларов за бочку стоит LightSuite. А золото в узком диапазоне 1290. А евро-доллар скакнул буквально перед началом нашего эфира практически на полфигуры. И сейчас выше 1,31. 1,31.10 его текущая котировка. Ну и набор голубых фишек в основном сегодня позитивен. Позитивен. Среди лидеров роста акции «Газпрома» не могу не упомянуть. 1,5% в плюсе. Также на 1,5% МТС. Почти на 3% Ростелеком. 1,5% Росгидро. Сбербанк 0,5% и почти 0,5% ВТБ. Хуже рынка сегодня торгуется Аэрофлот. Лукоил в легком минусе. И половину процента теряет уралкалий. Вот такова картина масла. Ну что, друзья мои, давайте начнем беседу. И если позволите... Ну такой... Я понимаю, Максим, конечно. Стоит задать конкретные вопросы, получить конкретные ответы. Ну ты же понимаешь, мы все-таки широко смотрим на вещи. Главное, чтобы штаны не порвались. Так вот, давайте обсудим проблемы глобальной экономики. И вот в этот момент, на 15.07 Москвы, да, сегодня, какие самые главные проблемы глобальной экономики, на твой взгляд, сейчас назрели? Да ну естественно, будет ли дождь на выходные? Будет, кстати. Так что можешь по этому поводу не переживать. Будет. Синоптики обещали. Ну, пока остается ключевым для всей глобальной экономики вопрос вопросов, быть или не быть. Когда начнет сворачиваться, там уже, я не знаю, QE4. Ну пока три ее называют. Ну, наверное, там где-то промелькнуло уже. Уже ее QE4 называют. Вот, то есть, ну напомню, как бы ориентиры, ориентиры 2,5% по инфляции при текущих 1,6 CPI. Вот, и 6,5% по уровню безработицы, сейчас в Соединенных Штатах 7, где-то и 6, насколько я помню. Вот, ранее, 14-го года эти ориентиры никак не могут быть достигнуты. Вот, но тем не менее, вот всякий раз, когда появлятся Берданки, а завтра он будет опять свидетельствовать перед Конгрессом. Опять появится. Мутит, мутит, мутит. Да, вот. То есть, там в сущности идет такая игра. Один раз, как бы, дает сигналы, что... Будем. Будем, второй раз не будем. И вот, и рынок начинает дергаться. Ну, вот золото, например, как хорошо скакнуло вверх, да, то есть, с 1200 до 1000, ну уж почти 300, да, на том, что будем, вот. А вот Китай у нас как раз дернулся последний раз на не будем, вот. Ну, в общем, мы как раз это и будем обсуждать. То есть, вот это, вот это ключевой вопрос глобальной экономики. Я думаю, мы еще будем здесь собираться вот много-много раз. Ну, в любом случае, до конца года, наверное, да, если не раньше 2014-го. Да, это первый вопрос. Ну, а второй вопрос, он завязан действительно уже на тему поближе к нашей передаче. Это вот эти глобальные неравновесия на мировых рынках. В первую очередь, глобальные неравновесия вот между США и Европой и Китаем. Ну, это уже, вот, мы обсудим, наверное, позднее. Позднее, я понял. Владислав, на твой взгляд, да, что давлеет сейчас над мировой экономикой? Ну, мне сложно не согласиться, что действительно вопрос по денежно-кредитной политике в США является ключевым, безусловно, да. Мы прекрасно понимаем, что именно ФРС США является ключевым эмиссионным центром мировой экономики. То есть, только балансовым методом только за последние пять лет было имитировано более 2,5 трлн долларов в США. Это прирост балансовых операций ФРС США. Вот, за балансом было еще больше имитировано, там, порядка 14-15 трлн долларов, судя по отчету, как раз-таки, вот, Американская счетная палата и агентство Bloomberg, судебных разбирательств, которые ушли. Вот, поэтому вопрос, что будет действительно с эмиссией, каковы будут темпы, масштабы заливания, значит, мировой экономики, американской финансовой системы дешевой ликвидностью. Вот, тут факт, что процентные ставки по госбумагам в США стали расти почти по всему временному спектру, то есть, там, от полугодовых, годовых до 30-летних, безусловно, говорит, что определенные риски относительно всплеска инфляции и прорыва вот этой избыточной денежной массы имитированы, да, на потребительский рынок и, как следствие, разгон инфляции и такую вот переоценка безрискованных, безрисковых активов, она, безусловно, происходит. Вот, ну, плюс, само собой, конечно, тема по еврозоне пока не закрыта, она ушла на второй план, хотя, если посмотрим на макроэкономические индикаторы по еврозоне, по крупнейшим экономикам, в принципе, они весьма и весьма негативны, то есть, по-прежнему, рецессия в еврозоне идет, продолжается, значит, там, опять рекордные показатели по безработице, уже там, больше 12,5%, там, уже, скорбь, 13 будет процентов от экономически активного населения. Вот, ну, в принципе, те же самые масштабы падения ВВП, там, примерно, процент-полтора, промышленное производство 3% теряет, новые заказы 3,5%, там, розничные продажи тоже 2,5-3%, то есть, эти тенденции негативные продолжаются. Ну, макроэкономически не радует и Великобритания, там, и рынок недвижимости слабенький, и промышленность, и, значит, внешнеторговый баланс, и платежный баланс. Ну, вот, ну, и, само собой, Китай, как тот самый локомотив, на который все смотрели с открытым ртом последние годы, формально, конечно, ничего пока катастрофического не происходит, Китай по-прежнему растет быстрее всех, не только в группе крупных, не то, что экономически развитых, там, но и в группе развивающихся экономик. Там есть, конечно, сильные перекосы, дисбалансы, мы про них поговорим, но, в принципе, конечно, все внимание по-прежнему монетарным факторам, денежно-кредитной политики США, ну, и плюс, конечно, в последнее время внимание приковано к Японии и к Евроцентробанку. Напомню, что в мае текущего года Банк Японии, по сути дела, наверное, один из самых развитых, ну, как бы, центральный банк финансовой системы той страны, которая наиболее сильно развита, объявил о программе, по сути дела, удвоения денежной базы в экономике, то есть в два раза нарастить масштабы первичной, формирование первичной денежной базы, денежного предложения. Вот, и тоже, безусловно, это очень мощный стимул, с одной стороны, для национальной экономики, для снижения процентных ставок и для девальвации японской иены, с другой стороны, конечно, риски глобальной инфляции раскручивает, безусловно. Да, и тут можно еще добавить, значит, определенную, как бы, опять, вот, дестабилизацию уже политическую, которая также играет, как бы, ну, скажем так, повышает риски, повышает риски, соответственно, способствует росту ставок, ну, в общем, и как-то это все очень, очень массово идет. И в Европе, смотрите, ситуация там по Португалии достаточно горяченькая, в Греции, опять-таки, напряженно, в Испании, вот, особенно с Рахоем, вот этот мощный скандал, который вызывает массовые, как бы, протесты, вот, ну, и плюс, как бы, уже такие долгоиграющие вещи, как Турция, Бразилия, вот, вот этот комплекс, то есть, какой-то, какой-то сейчас такой разогрев, Египет, начал уже, там, я не знаю, по которому разу начал играть, вот, то есть, арабская весна, вот, все зеленеет, вот. Я понял, спасибо огромное, ну, судя по вступлению, да, который я сейчас от вас услышал, много, чего нам придется обсудить, это радует. Итак, новости на Финам. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Владислав Жуковский, старший экономист с его на компании Реком Траст и Максим Асачи, начальник экономического управления, банка БКФ. Мы обсуждаем проблемы глобальной экономики, мировой экономики, и, как оказалось, вот, я был к этому не готов, если честно. Да, вот, и мои гости, да, как оказалось, огромное количество. Тоже не готовы. Все не готовы, все в двойке. Услышать об этом не готовы, их огромное количество, оказывается. Столько проблем. И больших, и маленьких, да. Ну, если позволите, давайте попробуем, попытаемся систематизировать их каким-то образом и более детально каждую из них обсудить. Ну, начнем, опять-таки, с Соединенных Штатов Америки, хотя, мне кажется, не очень корректно, да, мы говорим о проблемах глобальной экономики, ну, проблема ли, когда начнет Федрезерв сворачивать программу, количество смягчений, да, это проблема? Ну, безусловно, поскольку... Это просто актуальная тема какая-то, да, вокруг которой сейчас... Основная тема. Основные разговоры, да, ну, это, наверное, не проблема. Достаточно, достаточно Бернанке сказать одно слово, но правильное слово, и экономика станет другой. И мы увидим рубль на отметке в 35 рублей в течение нескольких месяцев. Ну, ладно, о рублей еще поговорим, хорошо. Хорошо, значит, более детально говорим теперь о Китае. Да. О Китае, поскольку завязана, заявлена эта тема в названии сегодняшней программы. Итак, Китай, чем он опасен с точки зрения вот этих глобальных рисков, Максим? Ну, я, честно говоря, придерживаюсь той точки зрения, что на самом-то деле кризис 2008 года был обусловлен в первую очередь именно китайским фактором, именно вот этим глобальным неравновесием между, так сказать, вот производящим Китаем и потребляющей Америкой. Вот, то есть, в принципе, я могу эту цепочку, как бы, воспроизвести рассуждение, но она достаточно банальна. То есть, по существу, Америка финансировала свою торговлю с Китаем за счет печатного станка, что, в частности, аукнулась на недвижимости. То есть, ну, ставки пошли вниз, возник пузырь на недвижимости, возник пузырь, соответственно, в бумагах, основанных на недвижимости, ну, и далее рвануло. Вот приблизительно такая цепочка, довольно банальное, кстати, рассуждение. Вот. И я думаю, что вот и следующий кризис абсолютно не исключено. Будет связан, может быть, даже и не косвенно, как тогда, а напрямую с вот этим, как бы, китайским фактором. Вот это будет крайне неприятно. То есть, такое впечатление, что Китай уже начал, ну, скажем так, проявлять определенные признаки нестабильности. Раньше он, как бы, ну, нас беспокоил только тем, что экономика Китая охлаждалась. То есть, от двузначных уровней роста ВВП, которые там еще в 2010 году были, он уже спустился, вот, докатился до 7,5%. И, в общем-то, это движение уже сейчас и 6% роста уже не представляется маловероятным. Вот. Но возникло следующее. Возник перегрев, ну, скажем так, возник кредитный пузырь. Там кредит экономики расширялся с темпом более 30% там на протяжении, если я не ошибаюсь, последних 5 лет. И сейчас он уже достиг уровня, объем кредита экономики к ВВП где-то 200%. Это достаточно опасная ситуация, чреватая кредитным кризисом. Банк Китая народный это понимает и как-то пытается это свернуть. Но сам подход, ну, скажем так, такой командный, ну, в режиме вот такого ручного управления, которое столь привычно для нас, видимо, и привел к тому, что 20 июня там произошел, ну, вот, кредит кранч. Да, то есть, ну, скажем так, Шибор дернулся там с уровня, там, я не помню, там, 2-3%. Он до 12, на межбанке ставки доходили до 25% годовых. Поговаривали о том, что банк Китая, ну, Bank of China, это не путать с народным, да, с народным банком Китая, что, значит, находится на грани дефолта. То есть, вот даже такого рода слухи были. Да, ну, слава богу. Слава богу. Можно, извини, Максим, можно это первым звоночком, вот то, что о чем рассказывает Максим, первым звоночком как раз о том, что, да, действительно, в Китае может рвануть, ты еще, мам, не горюй. Безусловно, значит, валютно-финансовые риски в китайской экономике нарастают, совершенно верно. Значит, объем кредитов по отношению к УВП превышает сегодня уже, парит, значит, отметку в вообще всех кредитных инструментах, кредитов в том числе уже превышает 185-190% ВВП. Вот, действительно, колоссальные есть пузыри на рынке банковского кредитования, в том числе и населения, в том числе, значит, рынка недвижимости. Соответственно, надулись пузыри, значит, в строительном секторе, на рынке девелопмента. Вот, но при этом вот эти официальные данные статистики, они не учитывают еще и теневой сегмент финансового сектора экономики. По разным экспертным оценкам на долю теневой финансовой системе приходится, значит, ну где-то от 20 до 40-45% всех активов банковской системы Китая. Извини, пожалуйста, а по слухам, как раз вот этот 20 июня, это как раз по слухам было связано с теневым финансовым. Не, почему по слухам? Это абсолютно известно. То есть, Центральный банк, ну, Народный банк Китая, попросту, скажем так, был крайне недоволен, особенно июньскими цифрами роста. Как показало, так сказать, дальнейшее расследование, это недовольство было основано просто на некоторых ошибках. То есть, просто не учли... Ошибках подсчета. Да, на некоторых ошибках подсчета, просто не учли тот фактор, который был, но был как бы под сукном. Вот, ну, дисконтные векселя не учли, а там сразу возник объем новых кредитов, там был, скажем, 1 триллион в месяц, а тут хлоп, и за первые 10 дней 1,6 триллиона возникло. Ну, а просто не учли, там начали менять условия, так сказать, ну, скажем так, особенности учета. Вот. Вскрыли, как бы, вот эти векселя, и, ну, на самом деле, принципиально картина не менялась, а как раз на заседании, если не ошибаюсь, 19 июня Народного банка Китая, так сказать, китайские банковские бонзы пришли в ужас, и именно по этой причине они не помогли банковскому сектору, не залили ликвидность, когда начался, собственно, вот, когда пошел дефицит ликвидности, они своевременно не помогли, как это, собственно, произошло и у нас, если помните, в восьмом году, да. Вот. Но они сознательно это сделали. Ну, в какой-то степени сознательно. То есть, таким образом наказать вот эти самые. Да, чтобы, чтобы наказать за, да, теневой в частности бизнес. А теневой, кстати, бизнес был как раз связан, они-то давно уже хотели, они уже давно закручивали гайки, но при этом происходила простейшая штука. Ну, мы закручиваем в одном месте, а жидкость, она вытекает в другое. То есть, вот финансирование, скажем, девелопмента, там, вот микрофинансовые какие-то вещи, они все ринулись в серый банковский сектор. Ну, по большому счету, да, это большая проблема от него финансовый сектор. Его масштабы действительно растут очень быстро и по экспертным оценкам, значит, годовые темпы роста составляют 40-45%, то есть, в реальном выражении, около 40%, да. Вот. При этом, даже по оценкам китайских экономистов, до половины всех кредитов, которые берут сегодня, значит, компании, работающие в сфере недвижимости и в девелопменте, и, кстати, в том числе даже региональные муниципальные власти Китая, они начали рефинансироваться, в том числе, значит, через вот эти, значит, теневые финансовые структуры, там, разного рода трастовые фонды и прочее, прочее. Вот. На них приходится, значит, уже до 35-40% всех кредитов, до половины же кредитов, взятых разного рода строительными компаниями. Причем кредиты, как правило, это краткосрочный срок, значит, там, один, максимум два-три года. Вот. В условиях дефицита ликвидности, который периодически обостряется, вот сейчас очередной приступ, в прошлом году он был летом, тоже ставки на шубуре, там, достигали 7-8%, там, до 12 доходили под надевным кредитом. Вот. В принципе, конечно, эта ситуация внушает серьезные опасения, тем более, что действительно колоссальные простои и колоссальные объемы непроданного уже построенного жилья. То есть, там идут разные оценки, тут называют, значит, цифру, там, 130-150 миллионов объектов, там, жилых, значит, помещений, квартир в том числе. Вот. И это, конечно, давит на рынок, в том числе, конечно, это провоцирует заскладированность и разного рода, значит, сырьевыми товарами, запасы колоссальные, там, значит, и железа, и меди, и состоятельных материалов и прочего-прочего. Вот. И хуже всего то, что повлияет на теневой сектор финансовой системы, практически не получается у Народного банка Китая. Сделать это очень сложно. Вот. И, в принципе, все его попытки хоть как-то сдержать рост денежной массы, они, в принципе, в принципе, сложно сказать, что они очень сильно влияют на охлаждение, на сдувание пузырей на финансовом рынке, на финансовой системе и на состоятельном рынке. То есть этого пока не происходит. Более того, в последние месяцы мы видели ускорение темпов роста денежной массы агрегата М2. Если еще, значит, там полгода назад она росла на 9-10 процентов, сейчас уже 15 процентов. Новые кредиты, как уже было сказано, в принципе, тоже растут высокими темпами. Как бы там в реальном выражении ниже, чем в прошлом году. Но, в принципе, там вот эти 700 миллиардов, там, триллион юаней, они выдаются стабильно в месяц, да? Вот. Поэтому, в принципе, Китай балансирует, безусловно, находит по такой тоненькой очень ниточке. Для него, безусловно, приоритет экономического роста стоит гораздо выше и важнее, чем вот сдувание этих локальных пузырей. Хотя, в принципе, конечно, эти пузыри уже начнут приобретать угрыжающие масштабы. И, в принципе, перегрева налицо. Ну, можно еще вот как бы заметить то обстоятельство, что чем-то напоминает ситуация вот и нашу российскую. Российскую какого времени? Восьмого года? Восьмого года. Тот же Глубекс, например, да? То есть, когда просто деньги клиентов, ну, то есть, пылесосили рынок банки и деньги клиентов направляли в инвестиционный проект. Ну, понятно, что тут сразу возникла база и для кризиса ликвидности, что реализовалось. То есть, в Китае уже, собственно, заложен хороший фундамент для кризиса ликвидности. Вот. А в то же время центральный банк Китая, ну, Народный Батт, выбрал, вообще говоря, весьма оригинальный подход для борьбы с кредитным пузырем с помощью, ну, я бы даже сказал, инициирования кризиса ликвидности. То есть, это, это, так сказать, ну, вот какое-то такое новое слово. То есть, это, похоже, идиотизм. Вот как у нас в девяносто восьмом году одновременно дефолт применили с девальвацией. Вот они теперь применили вот ноу-хау, да? То есть, бороться с кредитным кризисом с помощью обострения дефицита ликвидности. Ну, кстати, к вопросу. В России накануне кризиса тоже активно использовали схемы закрытых паевых инвестиционных фондов, куда закачивали деньги, как раз таки. То, что в Китае происходило. Да, ну, по сути, те же самые трастные фонды в Китае сейчас надавают этот пузырь на рынке недвижимости, и ослить его очень сложно, и практически не контролируется. Вот. Но, кстати, тем не менее, надумающе поговорим, что действительно в Китае очень сильно замедляется темпы экономического роста. Там был небольшой локальный всплеск оживлений, значит, в конце 2012 года. Сейчас снова и тенденции неблагоприятные. Хорошо, обязательно поговорим. Сейчас у нас традиционно в это время новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем проблемы глобальной экономики. Ну, и, конечно же, не обойдем стороной и разговор о проблемах экономики российской. И по настоятельному требованию, я бы сказал, моих сегодняшних гостей, мы сейчас именно этим и займемся. Хотя, конечно, обсудить с точки зрения глобальной есть еще чего. И про Китай продолжить можно, и про Европу, и про Америку, и про Британию, и про Японию. Ну, Россия ближе и родней. Я, кстати, напомню, сегодня в студии Владислав Жуковский, старший экономистационной компании «Рекомтраст», и Максим Асачий, начальник аналитического управления банка «БКФ». Уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, давайте вернемся к нашей беседе. Итак, российская экономика, Максим, проблемы ее настолько же очевидны, как проблемы Китая, и все-таки они более завуалированы. Ну, слава богу, у нас до подобных, так сказать, кредит кранчей не доходит. Вот, все как-то тише. У нас дефицит ликвидности, как вы знаете, тянется с, по-моему, осени 11-го года, да, то есть еще с тех греческих времен. Вот, и как-то он все не рассасывается. Мы даже, помнится, обсуждали с вами причину того, что используют, в общем-то, какое-то лекарство довольно странное, которое, наоборот, этот кризис, ну, скажем так, дефицит ликвидности… Усугубляет. Ну, да, так вот, скажем, держит в таком вот постоянном состоянии. Ну, это смешно. То есть уже вот скоро будем праздновать двухлетие дефицита ликвидности. Максим, простите, но вот у нас нынешний глава Министерства экономического развития и бывший зам предцентробанка даже сказал, что жить в условиях перманентного дефицита денег в экономике, кризис ликвидности, это, в принципе, норма для российской экономики. А до этого высказался замминистра финансов, не помню, как зовут Михаил Алексеев, по-моему, да, и сказал, что, в принципе, вывоз капитала из России, значит, это большое благо для страны, что мы не перегреваемся, нет у нас плюс к инфляции. Здесь тоже есть такие карикатурные заявления. Это, конечно, даже не заслуживает, честно говоря, обсуждения настолько несерьезно. В условиях недофинансированности экономики. Ну, не, а это что, попытка оправдаться или просто это некомпетентность очевидная? Откуда такие фразы-то, тем более из уст официальных листов? Ну, единственное, давайте я все-таки, поскольку не все слушатели в теме, то есть вот какой основной инструмент используется для тушения дефицита ликвидности, для борьбы. Используется очень интересный инструмент, называется прямой репо. Что, с чем едят эту репу? Вот. Это приблизительно выглядит так. Покупаю я на рынке, положим какие-то бумаги доходностью десять процентов годовых или девять. Ну, даже могу совсем надежные, ОФЗ, скажем, там семь, семь с половиной процентов годовых купить, дальние. И отдаю, по существу, в залог, ну, на самом деле вот, я не буду в тонкости вникать репо, по существу отдаю в залог эти бумаги Центральному банку, который мне дает денег на эти бумаги. Под них? Да, под пять с половиной процентов. Но я там не буду упоминать тонкость там со всякого рода дисконтами, которые на самом деле не существенны. Даже по ОФЗ, как с куста, получаю полтора-два процента по существу. Ни за что? Ни за что и на чужих, это даже не мои деньги. Это деньги по существу Центральному банку. Вот. Более того, я могу на этом строить пирамиду. То есть я могу полученные деньги опять в бумаге. И в залог. Бумаги опять в залог. И прелестная ситуация. То есть я вот, повторяю, я вот с удовольствием каждый раз вспоминаю Credit Suisse. Последние цифры июньские не видел, но вот совсем недавно у них почти половина пассивов была, по существу фондировалась Центральным банком по этой схеме. Credit Suisse. То есть мы помогаем, так сказать, обеспечиваем ликвидность швейцарских. Это чудесно. Здесь Максим очень правильно подметил, что по большому счету именно операции РЭПО стали главным инструментом поддержания на плаву нашей финансовой банковской системы. Значит, примерно вот по данным, по состоянию на середину июля текущего года российские, ну и не только, кстати, российские коммерческие госбанки задолжали перед Центробанком больше двух триллионов ста миллиардов рублей по операциям РЭПО. Вот ставка действительно пять с половиной процентов, иногда она бывает выше на аукционную стоимость, иногда чуть ниже, но ниже очень редко это бывает, обычно повыше. Вот. Это действительно позволяет снять такую судорогу с финансовой системы, позволяет не допустить, называется, паралич межбанковского рынка, межбанковского кредитования. И как было правильно сказано, мы где-то с осени, даже где-то с августа, с сентября 2011 года живем в ситуации перманентного дефицита ликвидности на банковской системе. То есть, скажем, в начале 2011 года ставки на межбанки, там, скажем, ставка МИАКР была 2,5-3 процента, уже к августу поднялась там до 4,5-5, и потом уже к декабрю 2012 года, 2011 года мы дотопали до 6. Ну, вот сейчас в диапазоне 6-6,5 мы гуляем. Значит, вот еще буквально недавно ставка Овернайт в России, как и ставка МИАКР однодневная, ключевые к расставке по предоставлению, ну, грубо говоря, ставки там по межбанковскому кредитованию, они находились на отметке в 6,5, сейчас чуть пониже процентов, но близки были к отметкам конца 9-го года, начало 10-го года, то есть после кризисного периода. Вот. И, в принципе, хуже всего то, что вот эти операции рефинансирования которые проводит центральный банк, они носят краткосрочный характер, и они, в принципе, никаким образом не влияют на формирование денег в российской экономике. То есть они нацелены именно на то, чтобы снять судорогу с банковской системы, дать им какую-то передышку-одышку, но при этом не влияют на объем и стоимость, и срочность инвестиционных ресурсов в экономике. То есть у нас операция рефинансирования создана не для того, чтобы формировать денежную базу в экономике, да, то есть США, и банк Англии, и банк Японии, там, значит, банк Швейцарии и прочее, где эмиссия, по большому счету, национальная валюта идет под рефинансирование, значит, банкской системы, под залог государственных корпоративных ценных бумаг, да, когда центробанк покупает. Вот. А в России, по большому счету, о чем уже много раз говорили, эмиссия привязана к притоку иностранной валюты, формируется денежная база через приобретение иностранной валюты, значит, там, в рамках внешнеторговых операций, продажи экспортной выручки, иностранных кредитов, займов. Вот. И, в принципе, ситуация уникальная, когда предложение денег и спрос на денежные ресурсы, они друг и друга разорваны, и в результате мы имеем ситуацию, что, действительно, денег доступных, долгосрочных в экономике реально нету. То есть, по большому счету, вот эти все операции рефинансирования, тут Максим не даст не обмануть, они реально проходят сроком максимум один день, вообще один день – это подавляющий объем сделок, ну, максимум семь дней проходит еще, да? Дневные, семь-дневные. Нет, вообще, на дневке там больше объем проходит по ним, по крайней мере, то, что… Я могу проверить. Ну, в любом случае, да, это до семи дней. То есть, как бы, сроки до семи дней. Небольшой, конечно. Да, как бы, это не год, не два, не три, даже не все восемь лет, как ты делал банк Японии. Такая возможность перекрутиться, что называется. Кстати, вот в твоем рассказе, Максим, меня очень тронуло сравнение с пирамидой всей этой схемы. И если в плохом смысле слова говорить о пирамиде, то пирамида рано и поздно накрывается, да? У нас такой же риск есть, что вся эта история с ликвидностью через репо, она тоже однажды… Ну, в данном-то случае, все-таки, я надеюсь, что находится все под контролем. Угу. Вот. То есть, ЦБ это регулирует все же, да, каким-то образом? Ну, смотрите, как может… Вот что произошло в 2008 году? Угу. В 2008 году реализовалась такая схема. Я, например, у вас покупаю ценные бумаги, отдаю их коллеге, так сказать, в кредит, на полученные деньги опять покупаю ценные бумаги, отдаю их в кредит и так далее, и так далее. Нарастает ком. Вот. Если, значит, произошел вот этот лимон, рынки упали, прозвучали маржин колы. Угу. И мне потребовалось откуда-то взять деньги, чтобы, так сказать, удовлетворить этим требованиям. Угу. А денег нет, потому что их и занять уже негде, рынки закрылись. Все, я влип. Теперь посмотрим на эту ситуацию, как бы, ну, вот, с точки зрения репо. Возможно ли такое? То есть, для того, чтобы прозвучал маржин кол, должны АФЗ грохнуться в цене. Угу. Угу. Ну, вот, как бы, в принципе, конечно, такое… Все возможно, да? Все возможно, да. Все возможно, да. То есть, ну, как-то, все-таки, пока, в ближайшие месяцы это мало вероятно. То есть, это не та ситуация, которая была, скажем, у того же Кита с его, так сказать, акциями, да, которые он, так сказать, что там у него Ростелек был, насколько я помню. Вот. Это, это, это все-таки АФЗ, это не акции. Это немножко более надежные бумаги. Вот. Это, это первый момент. То есть, скажем так, это пирамида, да, это пирамида, но она все-таки немножко… Максим, может быть, более надежная. Маленькое дополнение к выступлению у коллеги. Да. Значит, смотрите-ка, ситуация очень интересная. Значит, последние данные по объему тех активов, которые уже заложены коммерческим банком по операциям РЭПО, которые можно, в принципе, заложить этот коэффициент как раз-таки заложенности, он последние, значит, полгода варьируется в диапазоне там 45-65%. То есть, там разные эти цифры меняются постоянно, но, по большому счету, уже большая часть этих активов, они уже заложены. То есть, когда пирамида стоит, она уже постепенно, постепенно подходит к концу. Вот. При этом спрос на ресурсы постоянно растет. Это видно по операциям Центробанка. Ну, скажем, вот 16 июля текущего года, вот мы сейчас как раз с Максимом обсуждали, вот, скажем, операции сроком на один день были сделки заключены на 445 миллиардов рублей. Скажем, семидневные кредиты был всего один миллиард, но это, на самом деле, просто такой выброс. Обычно больше реально сделки проходят, да? Вот. Ну, в общем, два вот этих канала. Однодневный, семидневный РЭПО. При этом большая часть активов заложена, и Центральный Банк России пару дней назад на заседании Совета директоров, вместо того, чтобы нарастить масштабы долгосрочного рефинансирования экономики под залог качественных государственных корпоративных ценобумаг, там, институтов развития, внешнеэкономбанка, там, РШД, кого угодно, при очень жестком контроле за этими операциями и за расходованием средств со стороны, скажем, там, счетной платы, кого угодно, он почему-то запустил очень другой механизм страны. Это операции кредитования коммерческих банков под залог нерыночных финансовых инструментов, разного рода активов. То есть, это даже не ОФЗ, как говорил правильно Максим, который очень надежный, непонятно, их можно оценить на рынке, а это нерыночные активы, которые практически не оцениваются, и понять, сколько их стоимость и чего они стоят, непонятно. То есть, по большому счету, мы сейчас строить пирамиду будем здесь, мы уже заканчиваем строить, уже строить нечего, и начинаем строить еще другую пирамидку, теперь уже непонятно, с какими контрагентами и из чего. И, знаете, к вопросу о пирамиде, о качестве пирамиды, еще интересный вопрос. Ведь мы не знаем, с кем эти операции реально проводят Центробанк, мы не знаем, какие банки участвуют, и какие бумаги, по большому счету, проходят. Ну, мы понимаем, что… Нет, мы это знаем прекрасно абсолютно. Нет, да, мы догадываться можем, что… Отчетность, отчетность есть, мы это видим. Понимаете, не все допущены к этой кормушке, то есть, не все допущены к кормушке, и какие сделки-то проходят, как бы, тоже вопрос. В восьмом году спасали, кстати, очень интересная структура, коммерческие банки, которые были приближены, значит, там, ну, некоторые были приближены к руководству, некоторые были просто… Ну, я думаю, сейчас та же самая ситуация, да? Ну, все-таки… Все-таки пара ремарок. Первое, все-таки не однодневное репо, а все-таки доминирующим является… Да, семидневное. Ну, вот, да, действительно, последние цифры. Ну, это принципиальная картинка, не менее. Ну, все равно, слушая неделя, конечно. Ну, да, 16 июля 430 миллиардов объем заключенных сделок. Ну, то есть, сегодня же 16 июля. Ну, это однодневное репо, да. Вот. Однодневное репо, а семидневное во сколько? Среди рынка где-то в четыре раза больше. Один триллион восемьсот пятьдесят пять миллиардов. Вот. Это первый момент. Значит, второй момент… По поводу залога нерыночных активов. Вот очень интересно. Что это за история? Ну… Залог… Да. Вот это… Вот это очень интересная песня. Помните, был такой товарищ Глазьев, который… Сергей Юрьевич. Академик. Академик. Который, да, который пугал рынок очень активно тем, что, не дай бог, мог стать главой центрального банка. Ну, слава богу, не стал. Вот. Но при этом, да, активно к этому стремился. Максим, извини. Мы сейчас еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. А потом споем эту песню про Глазьево обязательно. Итак, друзья мои, продолжим наш эфир. Последний, к сожалению, последний его часть. Мы сегодня обсуждаем проблемы глобальной экономики. Ну и, конечно, в большей степени говорим о проблемах экономики российской. Максим обещал интересную историю рассказать. Я предоставляю ему слово. Максим, продолжай, пожалуйста. Да, значит, вот этот товарищ Глазев, небезызвестный академик, советник президента, правда, не по экономике, а по чему-то другому, но это не меняет сути вопроса. И, кстати, член даже Национального банковского совета. С недавних пор. Что самое удивительное. Вот, так вот он опубликовал некоторый доклад, в котором среди рецептов лечения российской экономики он упоминал, значит, такой. Вот банки выдают кому-то кредиты, эти кредиты, они, так сказать, грубо приносят в ЦБ, ну, право требования, и под эти право требования берут деньги и опять кредитуют. А я опять, ну, то есть, понятно, что вот такая пирамидальная, как бы, структурка, то есть, и вот что вы думаете, именно такая схема по существу сейчас и будет реализована. То есть, вот это, как бы, новация замечательная, которую вот только что мы узнали, в пятницу, что 500 миллиардов будет, аукцион будет проводиться по нерыночной, ну, под залог нерыночных активов и поручительств. Ну, то есть, под кредиты, я расшифрую, под кредиты и под гарантии банка, там, с рейтингом от большой тройки, там, в пределах B+. Вот. Значит, то есть, центральный банк будет кредитовать, ну, на, там, голландский аукцион, ставка минимальная 5,75. Вот. И срок, срок, главное, год. То есть, ну, напомню, что сейчас около двух триллионов это репо и вот такие же кредиты, но на меньший срок. Где-то 85 миллиардов. Сравните, 500, сразу миллиарда выбросим, это еще, я думаю, как бы, только цветочки, а ягодки будут, когда там, так сказать, наштампуют, там, на несколько триллионов. То есть, ну, то есть, вот, вот они появились, вот эта задача, которая была поставлена вождем, длинные и дешевые, дешевые и длинные. Вот таким образом решили ее решить. Да. То есть, ну, а каким образом-то дешевые и длинные, за счет чего? Ну, естественно, это печатный станок, какой-то центральный банк берет деньги. Это, это печатный станок. То есть, что это означает? Автоматически, как слышим слово печатный станок, сразу получаем инфляцию. Да. Вот. Вопрос, зачем это вообще нужно? Говорят, снизить процентные ставки. Ну, скажем так, ключевой это вопрос, ведь мы едим не процентные ставки. Правильно? Нас интересует экономический рост. Вопрос, куда пойдут эти деньги? А центра, а уже, уже мы знаем, куда пойдут. Уже, вон, Сбербанк вчера объявил о том, что снижают на, там, сколько-то процентных пунктов. На 4 процента. Да, на 4 процентных пунктов уже по потребительским кредитам. Вот. А Россельхозбанк еще, там, на той неделе объявил тоже о снижать, там, до 2 процентных пунктов по розничным кредитам. То есть, куда это пойдет? В кредит, что ли, в инвестиционный кредит промышленности? Я фигу сейчас покажу, но не буду. Может, пока я просто ее никто не увидит, кроме нас. А пойдет это туда, где наибольшая маржа, в розничный кредит. Вопрос, нужно ли это российской экономике? Куда идет? Куда идут эти деньги, которые идут в розничный кредит? Вспомните структуру экономики. Зайдите в магазин. Или посмотрите на машины, которые бегают по дорогам. Что это такое? Это сплошной экспорт. То есть, эти деньги, ну, за исключением там ипотечных, и то не в полной мере, потому что все равно строительный материал-то тоже... Турецкий цемент, китайский арматурс. А рабочие кто? То есть, это все в конечном итоге уйдет в потоке денег за рубеж. В рост импорта, воплодорожном балансе. То есть, из этих 500 миллиардов рублей, хорошо, если до российской экономики дойдет, я не знаю, 10%. Реально. Максим, все-таки можно пару слов, раз мы про Сергея Юрьевича заговорили, все-таки немножко знаком с тем, чем он занимается. На самом деле, надо сказать, что программу и доклад, про которую идет речь, ее писали очень наши некоторые даже видные экономисты, скажем, вот Михаил Владимирович Рышов, вице-президент Росбанка, скажем, там, в ней участвовал, в частности, Алексеев, глава Юникредбанка, участвовали наши многие, значит, академики, доктора наук, там разные эксперты привлекались. Ну, вот, в принципе, сама идея была гораздо лучше и адекватнее. Просто вопрос в том, что наши руководители, уважаемые некоторых структур государственных, любят доводить идею до абсурда. Речь шла не просто о том, чтобы дать денег всем, кому можно, напечатать, там, триллионы рублей, залить экономику деньгами и вызвать всплеск монетарной инфляции. Никто про это не говорил. Речь шла про то, чтобы изменить канал формирования денежного предложения в экономике, канал эмиссии, уйти от модели currency board. Но в России она не явная, она с поправками, но, в принципе, суть остается прежней. Там, вся эмиссия на 90% это, по сути, идет под увеличение чистых международных резервов и под притоком странной валюты, да. Речь была в чем? В том, чтобы рефинансировать через институт Центрального банка, а Центральный банк должен быть, по сути дела, и кредитором последней инстанции, и основным институтом рефинансирования экономики, и главным эмиссионным центром в стране, да, и прочее, 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 чтобы он начал выполнять свои функции, по большому счету, да. Как бы сейчас Центробанк обвиняет в том, что он выполняет функции валютного обменника, по большому счету. Сколько денег протекло в Россию, столько, там, в эквиваленте, по большому счету, и напечатает своих рублей, перекрасит американские доллары в рубли. Ну, там, по денежной базе, там, не полное совпадение, но, в принципе, там, за минусом тех денег, которые лежат за рубежом средств Минфина, там, в резервном фонде и ФНБ на курсчатах в американских банках, в принципе, сумма совпадает. Вот, значит, речь стала о том, чтобы рефинансировать коммерческие банки и госбанки, а также институты развития, скажем, тот же самый ВЭБ, под залог высоконадежных инфраструктурных, скажем, каких-то облигаций, в том числе, значит, облигаций корпоративных наших инфраструктурных корпораций, скажем, РЖД, там, ну, РЖД, может быть, какие-то компании из энергетики, там, еще угодно, да. Вот, и, в принципе, суть была в том, что, во-первых, а, это повысить качество этих инструментов, б, усилить контроль за этими компаниями, оценить их риски, кредитные и прочее. Ну, и, безусловно, это суть стала в том, чтобы целевым образом имитировать рубли, которые бы шли не на потребление, как правильно сказал Максим, это огромная угроза, если мы сейчас вольем, там, полтриллиона рублей, мы, конечно, получим сплеск инфляции, а в том, чтобы эти деньги замкнуть в производственном контуре и не дать им выйти в потребительский сектор. И здесь, как раз-таки, был вопрос в том, чтобы эти деньги, коммерческие банки, скажем, точнее, коммерческие структуры, инфраструктурные компании, там, институты развития, получали на пополнение оборотного капитала, там, через векселя, хорошо проверены, оценены. То есть, какие-то свои облигации, но с требованием, чтобы эти деньги шли на реализацию инфраструктурных проектов. То есть, речь была такая, а то, что сейчас мы получили вот эту помойку, когда, по сути дела, решили кредитовать под залог низкокачественных активов, ну, это, ну, доведена до абсурда ситуация. Кстати, фраза «кредитование под залог низкокачественных активов», она уже звучала как-то, да, некоторое время назад, не дали как в 2007 году, и все, что мы получили, мы можем вспомнить в результате. Здесь нет прямой аналогии, Максим? Ну, надеюсь, что не доживем до повторения, может быть, может быть, Бог и пронесет. Но движение в этом направлении. Да, ну, вот это как-то печально, да, как-то это очень печально, инструмент абсолютно, то есть, меня он просто вызвал удивление. То есть, не функция Центрального банка кредитовать экономику, его функция совершенно другая, его функция следить за стабильностью банковской системы, там, стабилизировать рубль, да, удерживать процентные ставки на, так сказать, каком-то уровне, ну и так далее, да, то есть, следить, грубо, за макропараметрами системы, да, то есть, вот такой надзор, а ни в коем случае не ручное управление, и не, буквально так, не вливание в экономику, то есть, Центральный банк не банк, вообще говоря, вот это надо четко себя понимать. Вот здесь, Максим, правда, но с другой стороны, Центральный банк любой страны, это ключевой финансово-экономический институт, по сути дела, в его руках полнота все денежно-кредитной политики, эмиссия национальной валюты, да, и в условиях России, когда реально у нас уровень монетизации очень низок, отношение М2 к ВВП 42%, там в конце 90-х был 11%, там доля вексельного оборота, и кваз денег было до 85%, сегодня получше ситуация, вот в этой ситуации, по большому счету, конечно, Центральный банк должен все-таки ориентироваться на экономический рост, как это делает открыто, значит, ФРС США, как это скрыто делать ЕЦБ, и как очень, на самом деле, явно делать Банк Японии и Банк Англии. Поэтому, либо мы конкурируем за долгосрочные инвестиции за рубежом в том числе, либо мы, как ФРС США, ну, не надо брать, конечно, примеры, лучшие примеры и перегибать палку, но либо мы можем сами себе создавать какие-то долгосрочные инвестиционные ресурсы в экономике, куда частный сектор не пойдет, частный капитал не пойдет априори, он не хочет идти в инвестиционные проекты, в инфраструктуру на 20 лет, там, под доходность, там, не знаю, в 5-7% годовых. Поэтому здесь, конечно, должен быть баланс. С одной стороны, не включить печатный станок, с другой стороны, действительно, рефинансировать экономический рост и банковскую систему. Скажем, вот до кризиса и в Банке Пони, и в Банке Англии, и ФРС США, у них основной канал эмиссии, это была не покупка на стороны валюты, это было именно приобретение госбумаг и очереди корпоративных ценобумаг через операцию рефинансирования. Ну, вот давайте я, как бы, выскажу свою точку зрения, вот что, собственно, надо делать. Вот какая сейчас ключевая задача? Если мы действительно думаем, что ставки высоки, запретительно высоки для нормального кредитования экономики, что надо сделать? Надо задуматься, а почему у нас такие высокие ставки? А задумавшись, мы сразу обнаружим, куда идут, в первую очередь, деньги. Два направления. Первое, ну, это всем известно, капитал за рубеж, но перекрывать мы не будем это направление, потому что эти деньги, это надо просто сделать так, чтобы они не бежали. Это другой момент. А вот основной канал, куда уходят деньги, это розничный кредит. Да, да. И розничный, и надо задаться вопросом, а нужен ли вообще вот этот пузырь розничного кредита экономики России? Мы только что поняли, что нет. И за, ну, вот его экспортная направленность в конечном итоге. То есть, если, и мы только что уже сказали, что из этих 500 миллиардов большая часть ринется сразу в розничный кредит. Мы это даже четко видим. Проедание нефтедолларов. Вот. Значит, тогда возникает вопрос, почему нам этот пузырь розничного кредита какими-то, ну, может быть, не хирургическими, а более аккуратными, там, фармацевтическими методами как-то не ликвидировать. А сделать это достаточно просто. Тем более, принимая во внимание, что у государства есть мощнейшие рычаги. Это госбанки, которые являются сейчас, по существу, одними из зачинщиков роста этого пузыря. Это раз. Два. Можно попытаться, так сказать, можно активизировать резервные требования. Да, вплоть до того, смотрите, банк кредитов, банк вот этот, МСП банк, да, который, госбанк, дочка веба, который кредитует малый и средний бизнес. У него сейчас есть отдельная программа по кредитованию, извините за неприличное слово, МФО, микрофинансовых организаций. Это что за безобразие? Ну, Максим, Максим Ильич Павлов сказал... Эти организации принимаются как структуры малого и среднего бизнеса. Можешь вопрос, я продолжу, буквально, коротко очень. На самом деле, правильно было сказано, что канал вывоза капитала за рубеж, ну, как бы, понятен и ясен. И действительно, вывоз капитала законный, пресекать не стоит, стоит его представлять в России. Но у нас в России только незаконным образом, если посмотреть на данные платежного баланса, скажем, там, вот две статьи, это сомнительные внешнеэкономические операции, да, и там чистые пропуски и ошибки. Но, скажем, уже в 2012-2011 году ежегодно из страны только незаконным образом утекало полтора триллиона рублей, 50 миллиардов долларов. Это почти, там, значит, 12% федерального бюджета. Глава Центробанка, бывший Игнатьев, эту проблему признал. Вот, но пока особо не борются, а проблема стоит давно. 300 миллиардов долларов по этому каналу утекли за последние 12 лет. Ну и, соответственно, конечно, нужно управлять ресурсы на развитие производственного сектора. Спасибо огромное. Владислав Жуковский, Максим Асачий из студии Сухого Остатка. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке. До завтра.